Здравствуйте! С раннего детства и на протяжении всей последующей жизни мы вступаем в дискуссии, полемику или же проще говоря спорь. Сегодня мы поговорим о мастерстве спора. Спор, дискуссия или полемика – древнейшие формы публичного влиятельного диалога. И уже эти признаки указывают на то, что спор находится в компетенции искусства красноречия или же риторики. Целью спора может быть простое столкновение или победа любой ценой. В этом случае спорщика следует корректно, но четко ставить на место, ибо такая цель неэтична. А также отыскание истины. Вот в этом случае говорящие участвуют в интеллектуальном поединке, узнают много. Ново об искусстве полемики. Различают манеры спорить. Воинскую, наскоком, зачастую не слушая возражений. Хамскую, не гнушаясь заведомо неверными аргументами, даже оскорблениями. Рыцарскую – это турнир, предполагающий состязание не только в уме и знании, но и в благородстве. Только так может спорить человек, знающий, что такое культура речи. Важно определить, каков спор с точки зрения взаимоотношений спорящих, полемистов. Вне аудитории каждый обращает внимание только на сказанное, игнорируя общественное мнение. При аудитории игнорирование уже невозможно. Для аудитории логически и психологически – то же самое, что и спор для победы. Когда надо во что бы то ни стало возразить и прослыть искусным спорщикам-фехтовальщикам. На память приходят слова персонажа из культового в моем детстве романа «Мальчик со шпагой». Одиннадцатилетний Сережа Крапивин дает потрясающие по своей силе советы об искусстве спорить. В споре главное не спешить, пусть другой человек скажет все до конца. А потом надо отвечать коротко и четко. Как защита клинком, когда защита, а когда и контратака. А если возмущаться, перебивать, скажут, что грубишь. Вот и все. Действительно, конкретность, краткость реплик, умение дать противнику высказать все до конца, а самому в это время подготовить афористически краткий и четкий ответ – принципы культуры спора, приводящие к отысканию истины. А если это цель обучающегося, то и значит это путь к победе. Начало любого спора будет успешным, если соблюдать следующее положение. Первое. В споре сталкиваются позиции, а не участники. Отвечать следует на высказанное положение, а не потому, что оппонент хотел задеть человеческое достоинство. Второе. Хранить молчание в важном споре. Завидное умение Евгения Негина, персонажа из одноименного романа. Полемист должен сказать все, не боясь быть перебитым. Следует дать ему высказаться, храня для завершения важный аргумент, афористически сформулированный, который расставит все на свои места. И третье. В споре важно сохранять абсолютное спокойствие. Волнение и злость выдают всегда слабость, мысли о поражении. Кроме того, всякий раз важно подчеркивать уважение к своему оппоненту. Четвертое. Видя весь ход спора, важно возражать лишь по конкретному тезису, возвращая к нему и собеседника, если тот, увлеченный яркостью полемики или наоборот поиском аргументов, уходит в сторону. Для этого можно резюмировать высказывания оппонента, задавать вопросы, уточнять, правильно ли он понят, формулируя эти резюме. Пятое. Недопустимо в споре давать советы собеседнику, опровергать его до того, как высказаны аргументы, полемизировать по вкусовым категориям, не имеющим конкретного измерения. Хорошо – плохо, высоко – низко. Угрожать, выходить из себя, обращать остроумие против оппонента. Хотя, как таковое остроумие – очень важное качество. Изрекать свое мнение назидательным тоном. В любом диалоге, в споре в том числе, важно выяснить, одно и то же имеют ли в виду собеседники. Так, если они говорят о войне Александре, но один о Невском, а другой о Македонском, то спор не принесет ни победы, ни истины. Совершенно недопустимы в споре следующие уловки. Готтентоцкая мораль – изменение позиции в зависимости от ситуации, от требований аудитории и от ситуации спора. Адвокатский довод – аргумент, построенный на неловкости или оговорке собеседника. Чтение в сердцах – попытка разоблачить полемиста с выгодой для себя. Вы говорите так, а думаете вы по-другому. Отсылка к авторитету – аргумент, подписанный именем известного человека. Произнесение слов, которых тот на самом деле не говорил. Дамский аргумент – произвольные выводы, построенные на видимости эмоциональной реакции. Нарушение логики спора. Атака вопросами – задавание оппоненту вопросов в быстром темпе, при котором он не может выработать своего довода. Клакерство. Использование союзников. Заранее подготовленные части аудитории, голос которой, а не довод полемиста, заканчивает спор. При споре важно всегда оказаться услышанным и правильно понятым. Для этого надо начинать не с расхождений с полемистом, а наоборот – с того, что спорящих объединяет. В таком случае спор окажется действительно корректным и продуктивным. Спорьте правильно. Совершенствуйте и развивайте культуру собственной речи. Берегите в себе человека. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова